Мы знаем, что качество решения зависит от того, кто принимает решение. Серьезно. Да. А чем является тот, кто принимает решение? Он является набором опыта, который выражен просто в теоретических неких моделях. Ну, короче, если загрузить все теоретические модели в одну машину, в одно устройство, и научить ее комбинировать эту историю, можно автоматизировать процесс мышления. По сути, сейчас этой историей занимаются люди, но они занимаются не очень качественно. Люди болеют, люди умирают, люди занимаются какой-то дикостью абсолютно на работе. Ну, ты знаешь, да? И тратят очень много своего времени. Да, почти все время, я сказал. Да. И при этом они дублируют функции. Существует огромная куча субъектов, которые дублируют одни и те же действия. И это приводит к тому, что в конечном итоге, например, вопросом преодоления, не знаю, старости и смерти, да, занимается очень мало людей. Небольшая группа людей всего лишь занимается этим вопросом, потому что все остальные люди занимаются своими делами. Вот огромная куча людей занимается какой-то рутиной только для того, чтобы выжить. Ебип! 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 Если мы знаем, что в одно устройство, если загрузить эти теоретические модели, научить комбинировать, то мы можем автоматизировать процесс мышления, и эта история как минимум приведет к ускорению того, что происходит сейчас. Нас интересует ускорение научной деятельности. Научная деятельность по своей сути состоит из двух больших направлений. Первое направление – это создание теорий, генерирование неких гипотез, которые могут соответствовать действительности или нет, могут сработать в действительности или нет. И вторая тема – проверка этих гипотез на практике. Потому что если бы теория была самодостаточной, типа мы бы отлично знали, как все устроено, то в принципе этап проверки не понадобился. Потому что качественная теория. Зачем проверять качественную, изначально известную теорию? Например, если моя теория гласит, что кинув крышечку на землю, она упадет, то мне не надо проверять каждый раз, чтобы в этом убедиться. Это достаточно просто. Но если теория заключается в каких-то историях более сложных, например, в фундаментальных каких-то уровнях материи, как химические вещества будут работать, то для этого нужны эксперименты. Построение любой из этих гипотез, построение любого эксперимента тоже является вот такой работой по комбинации старых теоретических моделей, наработанных там тем-то, да. И она приводит к тому, что, в общем, они срабатывают, либо нет. Но это все длится очень медленно. Во-первых, очень мало ученых. Во-вторых, очень мало, типа, качественных ученых, которые работают не просто там за бабки, которые не отрабатывают просто гранты, не отрабатывают там зарплаты. Но у них их тоже можно всех понять. У них там свои семьи, дети, у каждого свои проблемы. Социальные обязательства, болезни. Это все вещи, которые, ну, приводят к тому, что, короче, эта вся история развивается намного медленнее, чем могла бы. Она сейчас развивается супербыстро. Она развивается быстрее, чем когда-либо. Но это все равно недостаточно, понимаешь? То есть вот эти прогнозы, которые строятся насчет того, что через 50 лет мы будем все, короче, там, полукиборгами и жить, короче, там, бесконечно, например, да. Они строятся на 50, на 70 лет. Это, ну, такие оптимистичные прогнозы. Или даже если не очень оптимистичные, то 50 лет это, ну, реально много. Они строят предположения, исходя из тех ресурсов, которые уже доступны. Короче, суть этой машины в чем? Вот эта часть машины, о которой я говорю, генератор абстракции, она производит теоретические модели, уже известных теоретических моделей. Она создает комбинации новых абстракций. Направить машину на совершенствование теории, которые будут связаны с тем, что она будет совершенствовать сама себя, то она сможет создавать такие теории, сразу же их проверять, ускорить очень быстро свою работу. Таким образом, ну, то есть, если бы мы делали это усилиями людей, люди бы очень долго создавали эти теории. Не все люди обладают всеми знаниями, да, а машина обладает всеми знаниями человечества, которые мы найдем, до которых мы вообще дотянемся и сможем спать. Мурзик. Кис-кис-кис. Получается, что, типа, она будет обладать намного большим спектром знаний, даже внутри отдельных специализаций. Оно создает, допустим, само решение теоретически, оно потом их само проверяет. Если применить вот этот механизм к самосовершенствованию этой машины, к тому, чтобы усовершенствовать железо, на котором написано, потому что все, и код изначально, и железо будут создаваться людьми. А люди не всегда делают это наиболее эффективно, соответственно, типа, машина сможет рано или поздно сделать это суперэффективно. Это очень сильно ускорит вот научную работу по генерированию теории, по проверке и по воплощению на практике. Ну, если потом к этой машине подключить всякие автоматические заводы, средства производства, которыми оно может, ну, как бы, оперировать, то она сможет автоматом производить то, что делали люди очень долго, но намного быстрее. Есть отличная теория, короче, там, по поводу, там, бактерий банки, суть которой заключается в том, что у тебя есть трехлитровая банка, у тебя есть одна бактерия, которая за секунду делает две бактерии. Вот из одной бактерии получается две. Ну, типа, еще одна получается. Вот. Потом из этих двух еще за секунду появляется четыре. Из четырех восемь и так дальше. За, да, примерно, там, например, ну, там, за сто лет, короче, там, эта банка наполняется наполовину. Вопрос. За сколько времени наполнится вторая половина банки? Почему бы это там буквально сто лет? Это же прогрессия. За секунду. За секунду, точнее. Получается, что вот, ну, если эту аналогию перенести, например, на то, что делают люди, люди очень долго генерировали теории и практические эксперименты, при этом большую часть из этих десяти тысяч лет активных, там, научных, люди занимались какой-то дичью, типа, да? Потому что, ну, не нужно было. Ну, людям нужно было, там, властвовать, покорять. Кадры, которые вы сейчас увидите, поражают своей жестокостью и равнодушием. Мякотко, оно в том, чтобы изучать свойства реального мира и использовать их в своих интересах. Особенно в условиях, когда у тебя тушка, например, живет очень мало, а хочется жить очень долго. За последние сто лет было сделано намного больше, чем за предыдущие десять тысяч лет. За последние, там, 20 лет, из этих сто лет, там, большая часть, наверное, сделана за последние 20 лет. В связи с развитием технологий, там, вычислительной техники. Да, но тут, как бы, получается, что вот эта банка, она не развивается по принципу из одной, две, из двух, четыре и так дальше. Мы делаем два шага вперед, а потом шаг назад. Два шага вперед, шаг назад. Ну, то есть, часть бактерий обратно умирает. Шар решет. У нас из полбанки, следующая секунда, мы в районе, мы вообще там. Ну, следующая секунда, и все вопросы решены. Но на самом деле нет. Часть бактерий умирает, и этого становится недостаточно. Ну, огромная часть бактерий. Она умирает о чем? Потому что люди, например, гениальные ученые, всякие, ну, они умирают там вообще изи, точно так же, как и все остальные люди. И это там немного толкает назад эту историю. Потому что ученый, который шарит в определенной области, он является собой машинку, очень качественную машинку по решению задач в этой области. Потому что мышление, есть умение посмотреть на конкретную ситуацию с точки зрения всего опыта, всей базы теоретических моделей. Пока они живы, все круто там, да? А потом они умирают, появляется новое поколение, и надо ждать опять, пока появится кто-то там хороший, хороший в этой области, там, в химии какой-то, да? И сделать какую-то хрень. Естественно, какой-то уровень высокий уже передачи этих знаний существует. Скорее всего, вот то, что мы говорим, это инструмент, который поможет, сделав полбанки, не откинуть эту всю историю назад, а сделать следующие полбанки вообще там очень быстро. С такой машиной, которая генерирует теоретические модели, сама их проверяет, и вообще там, ну, сама себя совершенствует. Все, я буду разнималочкой. Да. Руляю.